В полиции Адыгеев возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения крупной партии наркотических средств. Установить причастность к этому преступлению ранее неоднократно судимого жителя Красногвардейского района удалось сотрудникам подразделения уголовного розыска. В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела полицейские получили информацию о причастности 49-летнего жителя Аулахатукая к наркопреступлению. Визита оперативников мужчина явно не ожидал, поскольку находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе обыска в ванной комнате сыщики обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Как выяснилось, в нем находилось 208 граммов моря. Майкопи сотрудники городского отдела полиции по горячим следам раскрыли грабеж в отношении пожилого мужчины. Этому способствовал тот факт, что майкопчанин не потерял бдительность и не стал тратить драгоценное время. Подробности в материале Вадима Агаркова. Нередко в оперативных сводках МВД по республике Адыгея регистрируется преступление, совершаемое в отношении пожилых людей. И не секрет, что эта категория граждан излишне доверчива и, как правило, не всегда может оказать какого-либо физического сопротивления. В этом случае необходимо как можно быстрее позвать на помощь или обратиться в полицию. Так, на днях, в органы внутренних дел Майкопа обратился 77-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на территории одного из городских рынков в отношении него совершен грабеж. Как выяснилось, вблизи места совершения преступления была установлена камера видеонаблюдения. На изъятой с нее записи отчетливо видно, как неизвестная женщина попыталась похитить из кармана пенсионера несколько тысяч рублей. Но он вовремя это заметил. Мужчина-пенсионер сразу же сориентировался и задержал данную гражданку, которая предъявила претензии в ходе разбирательства, устного разбирательства данная гражданка ушла от данного пенсионера. К задержанию по горячим следам 34-летний ранее уже судимая за имущественное преступление жительницы Геогинского района способствовало то, что потерпевший сразу обратился за помощью к полицейским. Деньги подозреваемая успела потратить, но отвечать за содеянное ей придется уже в рамках уголовного законодательства. Вадим Огарков, Вячеслав Коробков, Рустам Евтых, программа Вести, дежурная часть. Верховным судом Адыге к летельным тюремным срокам приговорены двое жителей республики. Они обвинялись в совершении преступления против половой неприкосновенности и в жестоком убийстве. Данный факт был зарегистрирован еще в марте 2015 года. Тогда в полицию Токтамукайского района поступило сообщение об обнаружении скелетированных останков человека. В результате кропотливой работы оперативники и следователи смогли установить, что они принадлежат 27-летней жительнице Краснодара. Около года женщина числилась в Роузске как безвести пропавшая. В ходе проведения комплекса оперативных и разочных мероприятий сыщики выяснили, что последним, кто общался с погибшей, был 27-летний житель поселка Ябановского. Операцию по задержанию подозреваемого и его 26-летнего односельчанина проводили при силовой поддержке СОБРа МВД по Адыге. На первых допросах они начали давать признательные показания. Один из мужчин решил убить потерпевшую, а другой отошел в сторону, тем самым отказался от участия в совершении убийства девушки. Реализуя свой преступный ум и сил на убийство, мужчина достал из автомобиля нож и насильно потащил потерпевшую в заросли камыша, где ножом нанес не менее 8 ударов. Рассмотрев все собранные следствия доказательства, Верховное суд Адыге приговорил убийцу к 18 годам в колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его поддельник проведет в исправительном учреждении общего режима 5 лет и 6 месяцев. В МВД по Адыге состоялась пресс-конференция для представителей СМИ «Информагент». Ее темы стали результаты работы недавно образованного в системе органов внутренних дел подразделения по вопросам миграции. Необходимо отметить, что в новом составе руководство управления принимает участие в таком мероприятии впервые. Начальник этой службы Андрей Скопченко довел до журналистов информацию об изменениях в миграционном законодательстве, рассказал о структуре и задачах службы. При этом он отметил, что с поставленными задачами в условиях реформирования подразделение справилось и все государственные услуги предоставлялись в полном объеме и в предусмотренные регламентом сроки. В системе МВД налаживается взаимодействие и возможности других подразделений МВД будут использованы в нашей службе, в том числе и оперативно разысканных. В ходе встречи заместители начальника управления Ирина Ананева и Руслан Шевгенов также проинформировали журналистов об особенностях миграционных потоков в республике и обоснованных видах нарушений, допускаемых иностранцами и россиянами в данной сфере. В завершении полицейские ответили на вопросы представителей СМИ. 25 июля свой профессиональный праздник отметили представители органов сессии. Торжественная церемония, посвященная этому событию, прошла с участием главы Адыгея Аслана Тхакушинова. На сегодняшний день в республиканском МВД проходит службу 140 следователей. Выступая на мероприятии, Александр Ильичинский подчеркнул, что все они являются профессионалами своего дела и, несмотря на различные трудности, всегда решают поставленные задачи, следуя принципу законности и неотвратимости наказания. Указом главы республики за образцовое выполнение служебных обязанностей объявлена благодарность Джамбулату Хачмафову, Наталье Лавровой и Азамату Шачимукову. Почетные грамоты Государственного совета ХАСа республики Адыгея награждены Алексей Цыбоев, Андрей Еремеев и Рамазан Кула. Почетными грамотами МВД по Адыгея поощрены Заурбек Гукетлев, Мадин Хачемизов и Дмитрий Мелехов. Очередное специальное звание присвоено майору юстиции Александру Михайлицу и лейтенанту юстиции Тимуру Махошу. Кроме этого, на торжественной церемонии отметили и Белу ЦУКО, жительницу Тахтамукайского района. Благодаря ее помощи сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления. За активную гражданскую позицию и помощь ей вручили благодарственное письмо и цены подарка.